Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. Давненько уже у нас не было влогов, и мне кажется, мой канал чисто с мукбанками и без влогов достаточно скучный. Вы уже наверняка поняли по названию видео, что мы сегодня идем закупаться продуктами. Так как мы с мамочкой только вдвоем, поэтому сильно затариваться в этот раз мы не будем, но хочу поискать что-то интересное для мукбанков. Помните, в мукбанке я вам рассказывала, что у нас, да, не упал лифт. Так вот, теперь у нас на каждом этаже вот такое предупреждение. Больше трех человек, нельзя заходить в маленький лифт и максимум четыре в большой. Частенько бывает такая ситуация, что вы уже находитесь в лифте вдвоем, и еще два человека к вам присоединяются, и ты говоришь о том, что нельзя. И тебе говорят, мол, ты ничего не будь, не переживай. И вот в такие моменты порой я настаиваю, и после этого я себя чувствую безумно токсичным человеком. Хотя я просто-напросто не хочу рисковать своим здоровьем, потому что в соседнем здании люди получили нормальные травмы. Ну а мы с мамочкой приехали уже в самый большой гипермаркет, который находится недалеко от моего дома. Здесь я бываю не так часто, но очень долго хожу и ищу что-то интересненькое, что можно снять, например, для шотца. Вот эту лапшу, кстати, я покупала и пробовала, и она мне совершенно не понравилась. Потом меня в комментариях все спрашивали, где я купила, вот есть она в Браво. Хочется что-то интересное именно и для мукбанков, и для коротких роликов, но все такое однопрасное и неинтересное. Плюс, если брать какие-то шоколадки или, например, вот такие вещи, их много не съешь, поэтому, к сожалению, для мукбанков они не подойдут. Также, кстати, просто обратите внимание на цену фисташек. Вы их можете заказать в 4 раза дешевле с тренд Йола, так как в Турции они растут. Даже учитывая доставку, все равно получается в 2 раза дешевле. Я знаю, что на этом канале большинство людей это все-таки СНГ у меня, но все же. Раньше я очень любила Прингл, сейчас моя слабость это лонг чипс. Особенно с сыром и луком, это настолько вкусно. Еще взяла с крабом, но они не настолько вкусные, и на пробу решила взять какие-то новые. Потом я, правда, в конце передумала и взяла вот эти с болгарским перцем. Мне, если честно, они не сильно понравились, мне напомнил запах и вкус томата, как будто чипсы с томатом. Еще я обожаю вот этот сыр Ламби, он был на скидке, его тоже взяла, и, кстати, все цены в конце видео обязательно вам переведу в доллары. Это, кстати, не только супермаркет, где продукты, также там есть банк, мини-со, техника и много чего другого. Мини-со я специально в этот раз заглядывать не стала, потому что обязательно выхожу там с каким-то хламом. Вообще, если я захожу в какой-то магазин, скорее всего, я там что-то куплю. Я так вам рассказываю, как будто вы меня не знаете, ну, понятное дело. Еще я очень люблю пить в последнее время чай с какими-то сухофруктами или, как они правильно называются, цукаты. Я не знаю, как точно по-русски, но, в общем, напишите в комментариях. Этот кусочек семги мне обошелся в 44 маната, и мы, кстати, с вами его уже скушали на мукбанке. 300 грамм мне обошлись в 30 долларов. А еще в супермаркетах я часто вижу готовые салаты, и, кстати, никогда их не покупаю. Один раз я попробовала, и мне совершенно не понравилось, но так как они на постоянной основе продаются, следовательно, люди их покупают. Вчера вышел мукбанк с мидиями, вот они, я их купила за 5 долларов. Масли, правда, мелкие, но очень-очень вкусные. Еще с рисом и креветкой, вообще супер. Как вы видите, корзина у нас полупустая. А вообще, надо взять привычку, перед тем, как выйти из дома, надо записать на листочки все, что необходимо купить, и только потом отправляться в супермаркет. Потому что уже на месте, все со скоростью света вылетает из моей головы. Мне кажется, у бабушки 90 лет, память лучше, чем у меня. Мы зимой очень любим варить тыкву и с медом, получается очень вкусно. Правда, на мукбанках я не особо ставила с собой рядом, потому что, мне кажется, не все это любят. Хотя, на самом деле, наверное, зря надо. Однажды я на своем азербайджанском канале сняла распаковку одного из чупа-чупсов, вот такого розового. И там было столько всего интересного, и это видео набрало у меня, по-моему, 800 тысяч. Я была в шоке, очень рада. И пошла купила еще такой голубенький, но это видео уже не набрало особо просмотров. Просто рай для мамы. Баунти — это любимая ее шоколадка. Даже мой друг детства, когда приезжал в гости, привез с собой Баунти. А еще нашла по очень приемлемой стоимости туалет для Твиксика. Вообще, извиняюсь за подробности, но столько денег уходит на его туалет. Мне кажется, мы на его корм тратим меньше денег, чем на его туалет. Тем более, у него лоток большой, чтобы ему было легко развернуться, чтобы это все можно было закопать. Извиняюсь за подробности. Нужно добавить как минимум треть упаковки, а потом через 3-4 дня обязательно менять. Потому что он написал там, не знаю, литр. Надеюсь, мама не посмотрит этот влог, иначе начнутся нотации. Зачем эти подробности твоим подписчикам? Что за чушь ты несешь? Самый классный наполнитель, который используем мы на постоянной основе, это, кстати, не тот, который я показала в магазине. Он стоит как пол моей жизни. Еще плюс, я суперчувствительный человек к запахам. Говорят, если у тебя одно чувство как-то затупилось, другое обострено, так вот я очень хорошо чувствую запахи, при этом у меня ужасная память. Хотя, наверное, это не чувство, но в общем. После того, как видео с чупа-чупсом залетело, я постоянно вот эти игрушки смотрю, думаю, что же прикупить и тоже снять распаковочком. А еще мое внимание привлекли вот такие жвачки или леденцы для свежего дыхания. Очень интересно смотрится, но я не пробовала. Стоит около 3 долларов. Можно взять сразу несколько ароматов и затейстить. Хотя, возможно, все уже давным-давно ими пользуются, и я только не видела их. В общем, шопились мы недолго, где-то, наверное, в общем потратили 2 часа, может, 2,5 где-то вместе с дорогой. Правда, уже дома заметили, что кое-что забыли прикупить. Ну, в общем, как всегда. Это то, что касается продуктов, а так все остальное плюс-минус я стараюсь заказывать. Мама, например, заказывать не любит. Она любит ходить по магазинам, выбирать и так далее. Меня, на самом деле, это изматывает, но иногда бывает настроение походить по магазинам. Вроде бы все взяли, но как истинно я ж мать, я ж знаю, что я приду с покупками домой, и меня будет встречать мой сыночек. К сожалению, не все жидкие кормы он кушает, поэтому берем про баланс. Ну, еще просто на сумасшедшие скидки были салфетки. Вот такая вот огромная упаковка стоила всего монат. Это полдоллара. Мы сначала взяли одну упаковку, потом немножко покрутились и поняли, что надо брать еще одну. Салфетки, влажные салфетки и туалетная бумага лишними никогда не будут. Также взяли пачку Слипи. С этим брендом я сотрудничала и осталась в восторге просто от их салфеток. Поэтому теперь сама закупаюсь ими. На все при всем мы потратили 91 доллар. На мой взгляд, это немного. Как только вернемся домой, я вам обязательно все покажу. Также в этом гипермаркете дается 10% скидка абсолютно на все, если вы пенсионер. У нас дома, к сожалению, нет пенсионеров, поэтому эта карточка нам, к сожалению, недоступна. Также при любой покупке вам выдается чек с QR-кодом, который вы можете засканировать и вернуть свой НДС. Я таким образом плачу просто все свои кредиты по технике. То есть у меня есть карта рассрочки, все эти НДС собираются там, и я, получается, плачу за кредиты техники именно с НДС. В общем, такая вот у меня схема. Поэтому я стараюсь закупаться в тех магазинах, где дают чек. По идее, по закону, везде вам должны выдавать чек, но, к сожалению, в реальной жизни это не всегда работает так. В этот день было реально очень ветрено, несмотря на то, что погода хорошая, все равно этот ветер делал свое дело, и у меня перческа вот такая вот получилась. Хоть некоторым кажется, что снять мукбанг — это чисто сесть со стола, просто поесть и все. А вот частенько я хожу по магазинам, ищу что-то новое, хотя не всегда получается что-то реально интересное найти, но в любом случае я стараюсь сделать более-менее яркий и красочный стол. А вам хочу сказать огромное спасибо, что на протяжении такого длительного периода на постоянной основе меня смотрите. И если вы смотрите меня без подписки, буду признательна каждому, кто подпишется. Возможно, вам кажется, что это просто цифра, и она не имеет никакого значения. Но для блогера очень важно видеть отдачу. Поэтому, если вам не сложно, обязательно подписывайтесь, буду чаще снимать для вас контент. В общем, вот столько у нас покупок, в принципе, немного, хватило этого всего на неделю. Можно назвать это закупкой продуктов на неделю. И вот, кстати, стараемся в таких случаях экономить, например, овощи и фрукты гораздо выгоднее покупать на рынке. Мясо мы брать не стали, потому что дешевле, вкуснее и свежее у мясника, ну и так далее. Еще мы очень любим деревенские яйца, молоко и все остальное деревенское. Даже курочка деревенская намного вкуснее. Порошок, например, взяли по скидке. На него была 40% скидка, хотя нам нужен был порошок для белого, а это для цветного. Просто потому, что он по скидке, мы решили его взять. Единственное, придя домой, мы с мамой пожалели, что взяли всего одну тыкву. Потому что и полезно, и вкусно, и вообще я очень люблю тыкву. Ну а сейчас давайте будем разбирать. Вы обязательно пишите в комментариях, что у вас сколько стоит. Если увидите большую разницу в цене, пишите город, где вы живете, сколько у вас стоит тот или иной продукт. Будет реально очень интересно почитать. Я вам говорила, что я хотела перейти на воду, но все-таки взяла фанту и колу, потому что, ну, иногда хочется. Поэтому взяла две штуки, и небольшие, кстати. Мама на постоянной основе пьет зеленый чай и обожает гринфилд, поэтому взяли сразу два. А еще я просто обожаю сливки. Я люблю суп грибной со сливками, обожаю пасту с креветками, со сливками. Это всегда очень вкусно. Их можно взбить, и получится крем. В общем, применение куча, поэтому взяли вот две такие упаковочки. В последнее время чай пью только с мармеладами. Купила такие. Обычно покупаю бомбари, просто их там не нашла, поэтому взяла эти. Цены в долларах указываю в левом углу. Сейчас будем немножко повторяться, потому что это я уже показывала вам в супермаркете. Также показываю и дома 200 грамм мидии в масле. Вот от души могу вам посоветовать. Очень вкусно. Я, конечно, стараюсь не кушать чипсы, сухарики и все остальное, но не всегда получается. Три упаковки лонг чипс я съела за три дня, каждый вечер по одной упаковке. Мы все прекрасно знаем, что это кушать не стоит, но порой так хочется. Обычно я беру сразу много, когда на скидках. В этот раз скидок не было, поэтому я взяла всего три упаковки. Вот почему вредная еда всегда настолько вкусная. Люблю с чаем пить сухофрукты или просто с фруктами чай, я обожаю. Ну вот взяла такую упаковку, здесь кажется, что много, но я все это съела буквально за один день. То есть вроде так посмотришь, много, но нет на самом деле. Иногда даже я люблю пить чай с мороженым. Это выглядит максимально странно, но мне очень нравится сочетание. Теперь вернемся к теме твиксика. Я знаю, что после вот этого пробаланса все начнут мне в комментариях писать, почему ты его не кормишь нормально. Жидкий он просто обожает этот, другие не особо хорошо кушают, поэтому приходится этот покупать. А сухой я покупаю у Ренари, так же, как советовала ветеринар, когда твиксик болел. А эти салфетки Слиппи, это просто находка, они идеально подходят именно для зеркал. Когда впервые попробовала, я была, если честно, в шоке, какой классный продукт. Я видела такое впервые, на зеркалах абсолютно не остаются никакие разводы. Ну и стоят где-то раза в два больше, чем обычные влажные салфетки. Но, понятное дело, они лучше качества. Взяли два авокадо. Я их просто обожаю на завтраке, но обычно, когда мы их покупаем, они бывают достаточно крепенькие. Поэтому оставляем где-то на неделю, а вот после недели уже можно кушать. Увидела у блогеров, и впервые, когда попробовала авокадо, он мне совершенно не понравился. И до меня не доходило, почему люди настолько его хвалят. И попробовав один-два раза, я поняла, что это реально очень вкусно. А еще у меня постоянно в ленте вылезают разные рецепты, именно с авокадо, наверное, потому что я их смотрю. Поэтому это незаменимая вещь. Еще взяла небольшой такой кусочек сыра с плесенью. А мы с вами двигаемся дальше. Хорошая туалетная бумага за залог хорошего настроения на целый день. Поэтому берем такой ароматизированный. Я люблю именно три слоя, еще она розовенькая. Короче, супер. Немножко запоздали влоги с озвучкой, но так как вы их смотрите, я буду продолжать их выкладывать. И завтра и послезавтра в 10 выйдет обязательно влог. Так что смотрите. Тот самый знаменитый кусок семги. Кстати, под этим видео буду признательна. У меня уже язык заплетается. Я вот все озвучиваю, озвучиваю, и как-то, знаете, уже язык заплетается. Под этим видео обязательно напишите классные идеи для мукбангов. Что можно снять и чего у меня раньше не было. Хоть иногда возвращаешься с супермаркета и вот думаешь, надо было взять две или три упаковки, потому что он был на скидке, и мы на постоянной основе едим этот сыр. Салфетки сельпак взяли две упаковки. На мукбанках, естественно, я пользуюсь салфетками, но так в обычной жизни мне проще пойти помыть руки, нежели вытирать салфетками. Вообще стараюсь, когда иду закупаться, брать очень много позиций, которые на скидке. Вот тоже самое касательно вот этого порошка для стирки, для цветного белья Ариэль. У нас всегда на кухне есть вот эта консервированная кукуруза. Мама всегда покупает и оставляет для салатиков, а я потом кушаю по ночам. Потому что даже без салата очень вкусно, я просто обожаю. После того, как мне установили Венеры, кушать обычную кукурузу, прям вот так вот кусая, мне неудобно, потому что все застревает между зубов. Поэтому я как это, как старая бабулька, кушаю уже консервированную кукурузу. Взяли 1 килограмм сливочного масла, стоило 12, по-моему, долларов. Редко, кстати, используем подсолнечное масло, в основном такое. Как говорил один из блогеров, не помню конкретно кто, когда я пью чай с сахаром, я чувствую себя максимально бедной. Редко бывает такое, что пью чай с сахаром, но иногда вот прям хочется. Ну и еще из овощей кое-что взяли. Взяли грейпфрут, потому что он жиросжигающий, и мама его постоянно кушает. Поэтому ни один наш поход в супермаркет не обходится без покупки грейпфрута. Я люблю его разделывать прям полностью, и в кадре так красивее смотрится, и так намного вкуснее. Обязательно попробуйте. Почему-то люди, которые заходят на мой мукбанк, вечно думают, что это не грейпфрут, а красная рыбка лежит. Ну прям очень дешево стоила тыква, и как жаль, что мы взяли всего одну. Я почему-то думала, что мама взяла две, и когда мы пришли домой, я спросила у мамы, где вторая. Да, и мама сказала, я взяла только одну. Я говорю, почему зелень, тыква и подобные вещи в детстве мама заставляла кушать это все, а сейчас я прям с удовольствием кушаю. Так что вкус и предпочтение со временем меняются. Если вы смотрели, например, мой мукбанк где-то года три назад, я говорила, что я что-то не люблю, а потом я говорю, что я это просто обожаю, это просто поменялось время и мое мнение. То же самое касательно алчи, раньше я ее просто обожала, и я однажды сняла мукбанк и переела ее. Сейчас, когда я вижу алчу, мне становится просто плохо, мне становится тошно. Мама квасит капусту, и она получается невероятно вкусная, поэтому взяли сразу две капусты на закваску. Также немного овощей, имбирь пару штук. Ну и в общем такая закупка продуктов у нас получилась. Как вам подобные видео, обязательно пишите в комментариях, стоит ли еще снимать подобный контент, или это не очень интересно, пишите обязательно. Вы знаете меня, я люблю все покупать на запас, и в месяц один раз мы делаем закупку продуктов на месяц, и вот можно снять и показать все-все-все, что мы купили. Но опять же, я посмотрю на просмотры, и если вам зайдет подобный контент, то я обязательно сниму. И уже вынуждена с вами попрощаться. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пока!